Есть такой подход к политике, одним из самых ярких представителей которого является наш президент Путин. Смысл которого заключается в том, не надо прилагать усилия для того, чтобы добиться того, что и так произойдет. Оно произойдет не сразу, но, во-первых, для того, чтобы оно произошло быстрее, надо приложить чудовищные усилия, а для того, чтобы чуть позже, вообще никаких. А во-вторых, те усилия, которые ты предложишь, они могут тебе же и помешать. Вот грубо говоря, как это сработало с Турцией? Он был уверен, надо сказать, что оказался прав, что он сумеет позиционно, без особых ущербов экономических, не говоря уже про военные, про политические, про человеческие жизни, вынудить так, что тот и сам, не важно, что он придет извиниться, это для народа, для журналистов, а что он сам поймет, черт, а зря я так, неправильно, лучше мне с ним дружить. Вот реально, в какие слова это будет обличать, хрен бы с ним. И что это конструктивнее, значит, вне всякого сомнения, ну то есть просто вот 100%, именно это убеждение, причем даже не 100%, но тем не менее, оно лежит в основе украинской политики нашего президента. Он считает, просто даже не нужно гадать, он считает следующим. Можно было бы их и раздавить с самого начала, и дать отмашку вооруженным силам Новороссии. Может быть, вот такими дикими военными усилиями, может, чтобы это произошло раньше. Зачем? Если оно произойдет через три года и так. А вот и Миша сейчас косвенно это подтверждает, говоря, в следующий раз, может быть, еще и сами будут красным флагом махать. Вот я являюсь принципиальным оппонентом такой точки зрения. Я считаю, что такая точка зрения, она абсолютно верна, но она неправильна. Потому что, да, вернутся в лоно, но только цена этому возвращению будет столь же ничтожна, как и цена ухода. Как вернутся, так и обратно выйдут и будут болтаться, как дерьмо в проруби, которым они и являются. С одной стороны. С другой стороны, когда ты вступаешь в конфронтацию с соседями и со всем миром, ты ведь не с ними воюешь. Это только кажется. В первую очередь, ты всегда при этом воюешь совершенно естественным способом, со своей пятой колонной. И ты превращаешь свою нацию естественным образом в боевой отряд, у которого появляется своя честь, свои идеалы. Ты превращаешь свой народ в то, во что превратился наш народ после победы в Великой Отечественной войне. Пусть в меньшем масштабе. И этого никогда не будет, когда к тебе просто они придут, так как Эрдогановская Турция. Вот это две разных, два разных взгляда на концепции политики, так сказать. Я не могу положить на отсечение головы, что моя правильней.